МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодняшнюю программу на территории микрорайона Савиньон Дачный, программу разговоры по-соседски, мы проведем подзвук отбойного молотка. Лето, когда хочется проводить время свое на лоне природы, на песочке, в море, не смотреть телевизор, полностью отрешиться от всех своих проблем. Это макушка лета. Но на Савиньоне Дачном идут работы. Работы строительные, отбойный молоток не затихает. Много здесь различной строительной техники находится. И вы знаете, почему. Целая бригада обслуживающей организации задействована здесь в проведении ремонтных работ. О чем хотелось бы сказать, перед тем, как вы увидите, что, собственно, здесь происходит. Зачастую многие савиньоновцы задаются вопросом, а нужно ли нам обслуживающая организация? Многие говорят, чтобы демонополизировать наш коммунсервис. Раздаются такие мнения, что необходимо заключить договор с другой какой-то организацией. ЖКП Таирова, ЖКП Черноморский. Мнений различных очень много. Но я попытаюсь на сегодняшнем примере рассказать, почему нам действительно, всем савиньоновцам, нужна своя собственная обслуживающая организация, которую мы обязаны содержать, в том числе и финансово. В общем, не совсем комфортное условие для съемки. А что говорить уже о людях, о жителях, о гостях люкс-отеля, о жителях сиреневой, которые вот с утра испытывают такой вот дискомфорт, но, тем не менее, от работы этих никуда не деться. Ну, а теперь, собственно, о той проблеме, которая нас сегодня привела в савиньон дачный, где, опять же, в воскресенье, в праздничный день, несколько домов осталось без водоснабжения, и уже четвертый день ведутся работы непосредственно на этом участке. Что произошло в воскресенье вот здесь, на Сиреневой? Добрый день, уважаемые жители Савиньон-Дачного. К сожалению, произошла авария в районе сиреневой, 168, лопнула труба, и было перекрыто водоснабжение в несколько домов. В воскресенье в районе где-то 9 часов утра начались работы по прокладке временной трубы для подвода воды в эти дома. Это, опять же, связано с состоянием всех инженерных сетей на Савиньоне-Дачном, о котором говорится уже несколько лет подряд. В частности, да, это касается водоснабжения, водоподведения, водоотведения. То есть, чтобы люди не сидели сутками без воды, было принято решение сделать, так сказать, временную трубу, да? Вот эта вот она есть, да, она идет прямо по дороге, да? Она идет под забором, да, это временная труба, подсадились к узлу водомерному и дали воду в эти дома, чтобы люди были хоть какой-то водой. Ну, а причина все-таки, почему труба повредилась? Время, 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 конечно. Дробь лопнула, труба, там слабое место прогнила, и там давление какое-то было ночью, соответственно, она и лопнула в слабом месте. Материал был, в принципе, он на складе был в коммунсервисе, необходимо было вызвать просто людей, это выходной день, люди отдыхали, что начальник склада, что директор, поэтому всех вызвали с кого-то там, с затоки вызвали, кого там, с города. Люди приехали, выдали все это имущество, и сантехники приступили к работе, и все сделали. Какой перечень работ необходимо выполнить в ближайшее время, чтобы вот этот вот дискомфорт убрать от улицы Сиренева? Если вы видите, сзади нас ведутся работы, можно сказать, капитальные, потому что поднимается асфальт, идет отбойный молоток, бетон скрывается, прокладывается траншея. Что касается подвода воды, она будет подводиться со стороны улицы Болгарской, там хозяин дал разрешение поднять плитку, сделать углубиться, сделать траншею, и откуда можно будет взять воду. То есть допустил на частную собственность, да? Да, то есть он пошел навстречу людям, понимая, что это необходимо всем, в том числе и ему, потому что это может быть и в конечном итоге, им потом потребуется. Еще тяжелые работы связаны с тем, что необходимо поднимать бетон, вот они сейчас занимаются, уже второй день бьют этот бетон. Это очень тяжело, очень сложно, тем более жара такая стоит. Если сегодня не будут закончить это, это будет прекрасно, а если нет, они еще и будут завтра его поднимать. Затратная часть несется частным и сервисом. А что касается подвода воды конкретно в дома людей, то это уже, конечно же, установка водомерного узла, прокладка трубы в дом, это уже частный вопрос, это люди решают за свои деньги. Но люди фактически пошли и на свои расходы, и на вот эти терпеть эти неудобства в летнее время, чтобы проблему эту решить, так? Ну неохотно, конечно, это касается соседей улицы Болгарской, им это не нравится, конечно. Понятное дело, лето, все приехали отдыхать хотят, но, к сожалению, это аварийная работа, это не запланированные работы абсолютно, и их необходимо сделать, потому что людям необходимо и покушать, и помыться, и тоже ковалеть. Спрашиваю не как исполнительного директора Савиньона Дачного, а как многолетнего жителя жилмассива Савиньон. Ваше мнение, нужно ли здесь полноценно в лучшей организации? Однозначно должна быть обслуживающая организация, однозначно организация, которая знает все сети, электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, это даже не вопрос. Такой организацией на сегодняшний день является коммунсервис, которая, я считаю, в принципе, справляется с этими обязанностями. Это первое. Второе. Все люди видят, как это все происходит. Пропала вода, никто не сложил руки, не следит ничего. В воскресенье дежурная бригада приезжает и делает подвод, временный подвод, но он есть. Люди не жалуются. Да, давление небольшое, потому что это конечная точка, разбор воды огромный, летом, это понятно, проблема существует, но они понимают, это временно, вопрос решается, и работы ведутся. Есть примеры Миличевского порта, когда канализация забивается возле Люсдорфа. В воскресенье никто не приезжает, никто ничего не делает, принимается какая-то заявка непонятная. В понедельник кто-то как-то приезжает, посмотрел, потом они формируют бригаду там на вторник, а люди сидят и нюхают этот весь сумрад. А в среду приезжают в коммунсервис, опять же, и говорят, дайте нам трактор, дайте нам бульдозер, дайте нам технику для того, чтобы вы провели работу. Это да, это первое. Ну и второе, как мы знаем, я как житель Савиньона, у нас в воскресенье пропал свет. Так, пропал свет, это в районе там двух часов, двух часов, да, двух или там часа дня, пропал свет. Все, нету света. Все, дежурные электрики, главный энергетик приезжают туда, начинают разбираться, выясняют, чем причина. К сожалению, они сами этого не могут устранить, делается там заявка, но что-то делается, и что-то делается, конкретно делается то, чтобы люди были со светом. И пять часов подали свет уже, мы были со светом. Разве это плохо? Это прекрасно. То есть это говорит о том, что служащая организация занимается этим, руководители на месте, они профессионалы. У меня, как у жителя, вопросов нет. Как практика показала сегодняшний день, на сегодняшний день, а именно воскресенье, показала очень четко, что в Киргене на микрорайоне Сувененом Дачной была проблема с водой. Эту проблему решили, минимальными силами временно подали воду, но и решили. Сейчас капитально идет строительство траншеи, прокладка трубы, все будет сделано. И так же самое, что касается электричества, на первом Сувенене кита пропал свет. Видно, что бригада на месте, приехали, тут же занимаются вопросами, не надо никого издать. Наверное, это правильно. Честно говоря, только 15 минут находимся здесь, но вот отбойный молоток перестал работать, и сразу так как-то стало спокойно, что можно подвести итоги. Вы знаете, говорят, там Нью-Йорк город контрастов, или Стамбул город контрастов, у нас даже Савиньон, это поселок контрастов. Даже вот эта ситуация аварийная показала, знаете, что есть разные добрососедские отношения. Один сосед не пускает к своему люку, говорит, это моя частная собственность. Живя по принципу, дорога ложка к обеду, а граната в окно соседу. А другой Савиньон говорит, пожалуйста, заходите ко мне, взрывайте плитку, если это надо для людей, проводите ремонтные работы, подключайте им воду. Ну, не сидеть же им без воды. Этот человек живет по другому принципу, потому что считая, что ближе соседа друга нет. Я думаю, что большинство Савиньон тоже считает именно так. КОНЕЦ! Субтитры подогнал «Симон»